Спасибо большое организаторам за приглашение в участие в конференции. Начну с того, что в последнее время в сферу наших интересов вошла помимо химиоиндуцированной клональной эволюции, которой мы занимаемся, и результаты, которые представлены в сендовом докладе, и естественная клональная эволюция, которая происходит в процессе канцерогенеза. Мы очень тщательно подошли к выбору объекта исследования и выбрали своим объектом рак шеки матки. И по следующим причинам. Ну, во-первых, хорошо известно, что вирус папиллома человека является основным этиологическим фактором. То есть у нас мы можем подобрать пациентов, единых по этиологическому фактору. Частота вопочепозитивных больных в нашем регионе по порядка 80-90%. Условно вирус негативные пациенты встречаются. Считается, что у них нет основных 14 типов вирусов папиллома человека высокого канцерогенного риска. Возможно, другие, конечно, встречаются. Но вот этих нет. Второй момент. Здесь на данном слайде представлены механизмы заражения. Здесь только хочется отметить, что вирус, попадая в клетку, сможет существовать в двух видах в виде эписомы, либо интегрироваться в геном. А если брать ткань в целом, то там три возможных варианта в виде эписомальной. Эписомальный может быть вариант, может быть интегрированный в геном, либо смешанный. То есть как эписомальная форма, так и интегрированная форма существовать. Второй момент, который обусловил выбор объекта исследования, это то, что очень хорошо известна последовательность развития рака шитки матки, начиная от дисплазии легкой, потом дисплазия тяжелой степени, вторая, вторая, третья стадия, потом рак инситу и, собственно, рак шейки матки. Последовательность достаточно хорошо известна. При этом не всегда дисплазия, даже тяжелая дисплазия, переходит в рак шейки матки. Нас интересовал именно момент, вот этот момент, когда дисплазия тяжелой степени переходит уже в рак шейки матки. Что происходит вот в этом, вот в это время? Как изменяется генетический ландшафт опухоли? Ну вот есть такая идея, гипотеза Лопес, о том, что в этот момент происходит инфицирование не просто клеток базального слоя, а инфицирование клеток стволовых, тканевых стволовых клеток, и они перерождаются в опухолевые стволовые клетки и, собственно, дают начало карциномии. Начало карциномии инсит, а потом рак шейки матки. Возможно, интеграция вируса здесь не играет особую роль, но, тем не менее, может быть, что интеграция происходит в тканевых стволовых клетках, и это дает начало развития рака. И, точнее, пускает дисплазию по тренду уже в рак. Итак, есть несколько подходов к изучению таких вещей. Ну, первый традиционный подход, когда берут много больных с предопухолевой патологией, много-много больных с раком шейки матки и сравнивают между собой генетические ландшафты. Вот здесь представлены результаты метаанализа 2014 года. Достаточно большое количество образцов рака шейки матки, 80 образцов син. Показали, что да, есть отличия. Вот при дисплазии очень часто отмечается амплификация длинного плеча третьей хромосомы, а при раке шейки матки к нему дополняется еще делеция короткого плеча третьей хромосомы и делеция 11-й хромосомы длинного плеча. В целом отмечается, что CNV при дисплазии достаточно редкое явление, а при раке шейки матки очень большое количество опухолей отмечается с CNV. Вот такой традиционный подход, он позволяет, ну, посмотреть, наверное, так, если грубо говоря, среднюю температуру по больнице, да, какие-то выплески мы можем увидеть, но что реально происходит, тут достаточно трудно понять. Второй подход – это изучение индивидуальное, когда мы хотим увидеть, что непосредственно произошло, какие эволюционные изменения произошли при переходе из предрака в рак, и какие первичные, вторичные драйверы, какие мутации пассажиры мы видим. Здесь тоже есть достаточно интересный подход, этот метод прецизионной медицины, который был позиционирован на СМА 2014 года. Достаточно всё просто. Мы берём опухоль, делим её на большое-большое-большое-большое количество кусочков. Чем большее количество кусочков мы его разделили, тем более чёткий результат мы получим. Дальше все эти кусочки отдельно секвенируем, ну, или смотрим каким-либо другим генетическим методом, и потом уже строим древо клональной эволюции. Предполагается, что если мы в кусочках находим какие-то общие драйверы, то это драйвер, который является первичным, он является основателем, и далее вторичные драйверы, которые присутствуют там в отдельных кусочках, и они уже отходят от основного древа. Вот такое предполагается, что возможно построение вот такого древа эволюции. Ну и реальные результаты по такой технологии. И вот здесь представлен рак молочной железы. Но это, правда, групповое исследование. Здесь несколько пациентов. Мы видим некие первичные драйверы, которые есть 100% опухолевых клеток, и далее вторичные драйверные мутации, которые есть уже уменьшил процентное количество клеток. Вот на этом слайде представлен рак предстательной железы. Это индивидуально каждый пациент, самые разные варианты древа клональной эволюции. Предполагается, что такой способ поможет для правильного назначения таргетного препарата. Можно будет назначить таргетный препарат на конкретный драйвер, который есть во всех опухолевых клетках, и тогда опухоль будет излечена. Но тут уже мы видим, что драйверов может быть несколько, поэтому тут уже возникает проблема для назначения таргетных препаратов, потому что, по сути, нужно несколько таргетных препаратов назначить. Мы пошли несколько по другому пути. У нас было в распоряжении порядка 200 пациентов с дисплазией второй-третьей степени и 266 пациентов с раком шейки матки. Мы их очень тщательно отфильтровали. Прежде всего, мы выбрали только пациентов, у которых ВПЧ 16-го типа, причем в моноинфекции. Второе, на что мы отфильтровали, мы взяли только пациентов, и там, и там, у которых вирус находится либо в интегрированной, либо в смешанной форме. Физическое состояние вируса. Ну и самый главный фильтр, который был, это мы взяли образцы парные, то есть дисплазия и рак у этого же пациента, который возник через от 1 до 5 лет в этом промежутке. Только эти образцы взяли из такого большого количества. У нас получилось 5 образцов парных парафиновые блоки. Ну и из парафиновых блоков выделялась ДНК, которую мы смотрели на микроматрице Oncoscan. Эта микроматрица была разработана фирмой Fimetrix буквально 2 года назад. И она специально изготовлена для работы ДНК из парафиновых блоков. Там есть этап восстановления этой ДНК. И помимо того, что позволяет смотреть CNV в полногеномном формате на всех хромосомах, здесь есть еще 65 точковых ИНДЛ-мутаций. Вот основных онкогенов N-RAS, K-RAS, EDH1, пиатрикеназы, GFR, BRF, TEN и TP53 большое количество. Такая онкоматрица является очень хорошим инструментом. Итак, да, вот я хочу сказать, что от интеграции вируса, это является значимым фактором, почему мы взяли именно смешанную и интегрированную форму. Больные со смешанной и интегрированной формой имеют очень плохой негативный прогноз по сравнению с эпизомальной формой, когда выживаем практически 100%. Итак, вот первый результат. Как по традиционному варианту мы сравнили 5 пациентов, здесь 5 пациентов с СИН и эти же больные с раком шейки матки. Хочется отметить, что при раке по сравнению с дисплазией возникает огромное количество различных СИНВИ. То есть геномная андестабильность резко увеличивается, причем, как мы видим, здесь и амплификации в достаточно большой частоте встречаются, ну и большое количество делеций. По точкам мутации. Если спектр мутаций не сильно увеличивается, если в СИН мы встречаем 17 видов соматических мутаций, в 19 видов соматических мутаций практически тех же самых мы встречаем при раке шейки матки, увеличивается несколько частота встречаемости этих мутаций. Дальше мы перешли к этапу индивидуальному анализу всех больных, то есть отдельно сравнивали СИН и рак шейки матки у этих пациентов. И мы увидели, что мы выделили 4 сценария малинизации. Итак, первый традиционный сценарий, когда существует единый драйвер. Драйвер, он показан коричневым цветом, он имеется и у больных СИН, и у больных раком шейки матки. Значит, здесь у этой пациентки прошло 2,5 года. Между развитием от дисплазии до рака шейки матки прибавляется еще несколько точковых ИНДЛ металлмутаций, они выделены цветом, и большое количество СИНВИ. Это традиционный сценарий. И еще у одной больной примерно такой же сценарий встречается. Следующий сценарий, который мы видим, вот такой сценарий, был первичный драйвер, КЕРАС мутация. При переходе из дисплазии в рак шейки матки эта мутация была элиминирована, но возникло большое количество других точковых мутаций. Более того, здесь еще один интересный момент. Рак возник очень быстро, буквально за год. И при переходе от дисплазии в рак практически нету никаких СИНВИ. То есть СИНВИ отсутствуют как таковые. И отсутствуют также не только крупные СИНВИ, но и микродилеции. Второй сценарий. Третий сценарий, достаточно тоже интересный. В большой период возникновения между СИН и раком было 14 драйверных мутаций в СИН, в дисплазии. И практически все они в неизвенном виде сохранились и при раке шейки матки. Только при раке шейки матки дополнительно добавилось большое количество делеции и амплификации, очень крупных, занимающих практически там либо плечо, либо целую хромосому. И еще один сценарий, самый, пожалуй, интересный. Драйверных мутаций вообще нет. У пациентки мы нашли общее между СИН и раком шейки матки микродилеции и микроамплификации. Вот четырех генов. Это HER2, амплификация HER2, амплификация циклина D1, делеция гена ретинобластомы и делеция гена BRCA. При переходе из дисплазии в СИН дополнительно возникло большое количество микродилеций и микроамплификаций генов, которые так или иначе связаны с развитием рака по данным Офиметрикс. Ну и последний, заключающий слайд, такой несколько хулиганский. Я его хочу показать. Четыре сценария, все вместе. Итак, первый сценарий – вот такое дерево, условно обозначаем. Предполагается, что этим больным может быть подобран таргетный препарат и как на стадии СИН, так и на стадии рака шейки матки. Первый сценарий. Второй сценарий. Здесь мы условно назвали кустарник, по ботанической классификации пошли. Здесь таргетный препарат может быть подобран только на стадии дисплазии, на стадии рака шейки матки. Все драйверы между собой равны, и 16 таргетных препаратов здесь применить, конечно, невозможно. Третий сценарий. Мы его назвали трава. Таргетные препараты здесь вообще неприменимы, потому что ни на стадии СИН, ни на стадии рака шейки матки. Наверное, остается химиотерапия. Ну и четвертый вариант. Мы назвали одуванчик. По большому счету таргетных препаратов на него нет, как таковых. Химиотерапия, скорее всего, возможна. Так, ну и последняя. Конечно же, при дальнейшем изучении не исключены и другие варианты, естественно, клональной эволюции, и их нужно исследовать для того, чтобы персонализировано подходить к назначению терапии. Ну и с учетом вот таких сценариев, я считаю, что мы показали принципиальное ограничение возможности таргетной терапии. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Николай Сергеевич, за доклад. Коллеги, вопросы можно задать еще. Все устали. Очень интересный материал. Да, пожалуйста, представьтесь. Микрофон, пожалуйста. Вот вы сказали там в конце, вот одуванчик, там идет микроамплификация HER2. Так HER2 это очень известный таргет. Почему нет таргет? Нет, я сказал, что мы его назвали одуванчик. Да, да, нет, ну да. Амплификация HER2, но это еще не значит, что там есть экспрессия. Поэтому применение герцептина еще не факт, что возможно. А, ну просто сейчас еще… Нет, а вы не смотрите, если есть амплификация, вы не смотрите, если там увеличение количества… Нет, нет, в данном случае мы не смотрели, потому что это материал порфильных блоков, смотреть экспрессию. Генетически было нельзя, а иммуногистохимически пока еще не дошли до этого. Это буквально пилотное исследование. И первый момент, а второй момент – здесь амплификация микро. То есть это не всего гена, а только части гена. А, ну то есть как-то… Да, то есть не факт, что он функционабельный, этот ген. А, то есть наоборот как бы он исчезает так, ну функционально. Да, будьте добры, еще один вопрос, да, у нас остался. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а в случае третьего сценария, который вы называете трава, как вы определяли, какая из мутаций, почему эти мутации вы называете, все эти мутации вы называете драйверными? Они есть все и в дисплазии, и при раке шейки матки, все эти мутации. Скорее всего, может быть, при ранних стадиях там СИН-1 что-то было отдельно, но материала СИН-1 у нас не было, к сожалению. Возможно, да, возможно, там какие-то были варианты при переходе от СИН-1 к СИН-2, увеличение количества, да. Но вот при малигнизации, я речь идет только о малигнизации, при переходе от СИН-3 к раке шейки матки, там были именно все представлены практически в неизменном виде. Три мутации исчезли, три новые появились. А вы сравнивали с нормальным эпителем на том, что, например, с рейси? С нормальным эпителем этих пациентов? Нет, не сравнивали. Ну, тогда, может быть, это в нормальном эпителе были такие же мутации? Ну, это маловероятно, потому что это все-таки мутации точковые. Продолжение следует...